Толерантность Это не критика президента, это критика состояния умов После исторической встречи президента и пениста образования Филиппова в деревне Кузькино Хорошее название, в сельской школе, где взгляд президента упал на учебник биологии Он открыл ее и увидел там кусок этого учебника про нервную систему ланцетника И обратился к министру Филиппу и спросил, ты можешь ответить на эти вопросы? Филипп сказал, нет, не могу, вот и перегружены наши учебники Ну как вы думаете, я понимаю, что конечно президенту и даже министру не обязательно знать про нервную систему ланцетника Расстраивает меня только одно, что через год раздел про нервную систему ланцетника немедленно был вынут из учебника в биологии Это к вопросу о нашей чувствительности и толерантности в одну сторону Вчера президент или позавчера был в Волгограде и ветераны обиделись на наши учебники истории И это прозвучало по всем средствам массовой информации Я понимаю, что в современных учебниках истории знаменитый приказ 227 Сталина не шагу назад дается полностью То есть 9 заград отряды сзади и так далее Это конечно унижает ветеранов, ибо их храбрость ставится под сомнение Но неужели мы изымем, потому что сказал президент Вот мне довольно любопытно то, что сегодня происходит здесь Вот в чем мы убеждаем друг друга? В том, что нужно быть толерантными, но это в этой аудитории, это лишнее А что происходит на самом деле? Вот я не катастрофист, хотя господин Тишков, который я знаю, учил его сына В своей собственной школе, наверное, скажет, что главный корпус, он сегодня об этом говорил Катастрофистов, тянущих назад, это корпус учительства Я не обиделся, только надо понять одну простую вещь Это к вопросу о толерантности Вот за последние полтора года я три примера привожу, одни и те же Потому что они наращиваются, это модельные примеры У нас ведь очень толерантное общество У нас огромное количество этонациональных школ И в одной из еврейских школ Москвы я видел, это не анекдот, господа Приказ директора школы, запрещающий изучение сказки «Три поросенка» в силу некошерности персонажа В начальной школе Некошерным оказался та же колобок, поскольку он замешан на сметане Когда я спросил этого руководителя, кто сам себя загоняет в культурное гетто Он обиделся, хотя я по национальности евреи должен быть к нему толерантен Во второй ситуации я попал в православную гимназию, где шел в семинар православных физиков У нас скоро будет уже православная гинекология, есть психология уже, будет и гинекология Видимо там все другое у женщин православных Так вот главная идея семинара православных физиков заключалась в том, что каждый урок физики должен приводить к идее бытия Божьего Чтоб детей стошнило, как раньше от марксизма-ленинизма И когда я спросил руководителя, как коллегу, как же это соотносится с заповедем «Непоминай Господа Бога твоего в суе» Он на меня обиделся И, наконец, третье я прочитал в новой газете, что настоятель монастыря под Рязанью договорился с Рауэсом с Чубайсом о божеских ценах на энергоносители своего монастыря Значит, предполагается, что для школы и больницы эти цены могут быть дьявольскими или в лучшем случае безбожными Вот это называется дурь Вот в такой стране мы живем и собираемся интеллигентные люди и обсуждаем, как кот Леопольд Ребята, давайте жить дружно Поскольку мне приходится, как доктору наук и члену корреспонденту и практикующему директору огромной школы Экспертировать огромное число проектов инновационных Но там эта уже клиника достигает вообще серьезных размеров Передо мной сидит женщина, директор школы, которая вознамерилась создать православную школу, государственную причем Что есть нарушение закона Когда я начинаю читать тексты, программы, я спрашиваю эту милую женщину Она не виновата, я потом скажу Я говорю без презрения и ни в коем случае не сверху вниз Говорю, скажите, а вас... Да, толерантно Я говорю, у вас предполагается изучение там апофатического, катефатического богословия, катехизации Она говорит, а что это такое, Евгений Александрович? Я, если честно, сама недавно уверовала Я говорю, а кто же у вас научный консультант? Она говорит, местный батюшка и краевед Вот два научных консультанта Я говорю, я смотрю ваши программы по литературе Почему это только жития святых и домострой? А где вот языческая мифология российская, русская? А где Пуси Петровская? Она рвет на себе рубаху Метафорически говорю И говорит, мы же не американцы? И вот тут нужно к этому отнестись, уважаемые коллеги Ведь на самом деле происходит очень глубинный Очень серьезный Сегодня почему-то не обсуждаемый конфликт между глобальным и этническим На фоне очень болезненной проблемы идентичности Ведь на самом деле Если говорить серьезно, а не поверхностно Что дала открытость России среднерусскому городу и учителю Рост проституции Обнищание И наркоманию В интернет они не входят, там нет просто компьютеров Пока, во всяком случае, может быть, не во все, так сказать, дырки интернет-образования туда прошло И вот дальше возникает очень серьезная вещь Я открываю книгу господина Бжезинского Шахматная доска Он абсолютно прав, когда он пишет, что при современных технологиях И ядерных, и информационных При нанотехнологиях компьютерных Безусловно, чтобы это не расползалось Все это должно быть в едином центре Но у господина Бжезинского нет сомнений, где будет находиться этот центр В Соединенных Штатах Америки Это вызывает бешеное сопротивление и этносов, и чего угодно И рождается действительно вот такая странная история И когда эта женщина, милая, директор школы, даже не понимая, что у нее болит Но у нее болит действительно Показывает мне организацию, которую он детское создал Называется она «Православные следопыты» Я спрашиваю, куда путь-то держите? Говорит, в Америке были недавно Говорит, а чего там забыли? Православные следопыты в Америке Ну-ка, там спонсор оплатил, мы туда поехали В этом смысле действительно мы очень больны И надо понимать, что когда мы говорим о толерантности Затрагивается не только рацию И не только там англо-американские и так далее Затрагиваются глубинные ментальные эмоции людей И шутить с этим опасно И в этом смысле в науке, на мой взгляд А я сейчас говорю, я педагог и ученый Но я не социолог и не философ У меня очень раздражают многие вещи Вот, говорит, фундаментализм Я лично ничего в фундаментализме плохого не вижу Потому что, грубо говоря Русский капитализм вытащили староверы То есть фундаменталисты Точно так же, как и западный капитализм Вытащили, собственно говоря, протестанты Тоже фундаменталисты Когда ты сам живешь по правилам Не пьешь там и не куришь И все это делаешь замечательно Но фундаментализм не нужно путать Я не знаю, такого термина нет Когда ты другому навязываешь свой образ Фундаментальный Все-таки, наверное, это не фундаментализм Какая-то дефиниция здесь нужна Ее пока я в науке не вижу, в профессиональной Это довольно опасная история Потому что тогда мы встан врагов От и нетолерантных отталкиваемых Тех, кто очень жестко верен своим принципам Ведь не зря же специалисты Называют, скажем, ту же иранскую революцию Антипорнографической Все же было прекрасно у этого шаха И интеллигентный человек 40% прироста голового продукта И вдруг такой взрыв И приходят эти все, так сказать, в черных, так сказать, одеждах И побивают камнями и так далее И вот тонкие специалисты-этнографы не зря говорят Что, скажем, глубинные ментальные эмоции мусульман Были оскорблены пошлой космополитической культурой И так далее и тому подобное Это была действительно антипорнографическая революция Я не хочу сказать, что глобализм плохо А фундаментализм хорошо Но дьявол обычно протягивает две руки Не хочешь фундаментализм, бери, так сказать, глобализм Не хочешь глобализм, бери фундаментализм Ну то и другое от лукавого И вот эта позиция Самая сложная сегодня в такой стране, как наша И я еще раз об этих глубинных ментальных эмоциях Не так давно состоялась презентация великолепной книжки О докторе Гаазе Врата милосердия Там собрались, на мой взгляд, интеллигентнейшие люди Представьте, разные конфессии, католики И православные, иудеи, интеллигенции, учителя и кто угодно И все они говорили, что действительно, ребята, давайте жить дружно Вот как кот Леопольд И вышел человек, которого я знаю давно Он вообще старообрядец Это Александр Антонов Человек, который владеет шестью языками Он не какой-то такой уж махровый фундаменталист Говоря житейским термином И он сказал одну вещь, которую я сначала вздрогнул, а потом рассмеялся Он говорит, вот вы все тут говорите о неком лимонадном объединении А мы, староверы, столько веков боролись за догматы своей веры И будем бороться, и не отступим А потом замолк на секунду и сказал Впрочем, иногда Бог устает от нашей борьбы И появляются такие люди, как Гаас Вот я задумался и понял, что он прав Мы слишком легко на уровне проверочности и политкорректности Хотим решить проблемы, которые коренятся в сердце и душе У хасидов есть очень старая притча Человек вознамерился переделать весь мир Ничего не получилось Потом свою страну Видимо, это была Россия, тоже не вышла Потом свою семью Ничего не получилось И тогда он решил переделывать мир самого себя И как только стал этим заниматься Потихоньку что-то стало меняться И вот когда мы говорим сегодня о работе с детьми, с семьей И об этой серии, о которой я не хочу долго говорить Потому что эти книги об этом на самом деле Это жития святых 20 века Но не святых канонизированных церквей А культурно канонизированных святых Поэтому под одной крышей здесь появляется в одном томе И повесть Эли Визеля Ночь о еврейском мальчике, который пережил Освенцем И повесть православного Сергия Гакеря «Мать Марии» о Кузьминой Караваеве И духовные наставления и речи Антония Сурожского Ведь тоже здесь нужна очень большая осторожность Ведь надо понимать, что в стране, в которой пролезть потоки крови Выделять, это я говорю как еврей, только одну тему холохоста Значит действительно вне контексте других геноцидов и так далее Это значит быть нетолерантным Об этом стесняемся говорить И вот в этом смысле, уважаемые коллеги Я должен сказать одну простую вещь Вообще, можно проводить научные конференции Убеждая друг друга о том, как нужно быть толерантным И нужно действительно разрабатывать методологию этого Но меня гораздо больше волнует, уже не как ученого, а как практика Вот эти вертикальные вещи, которые проникают в каждую семью Ведь сегодня я ахнул буквально 4 дня назад в своей собственной школе Где 2200 детей, где колоссальное количество, 345 учителей Я вдруг нарвался на проблемы, которые в жизни, а 30 лет работы не было Пришла ко мне жаловаться учительница, ну у которой какой-то конфликт с заучим пожилым Ибо у нее там лишние окна часов, ну то есть есть дырки в расписании И она обвинила зауча в, как бы сказать, с преследованием и в необъективности по национальному признаку Я не могу ничего понять, потому что я даже не знал национальности этого человека, учителя У нее нормальная русская фамилия, потом залез в личное дело и выяснил, что это татарка Хотя я об этом не знал, работая с ней 20 лет Я ничего не мог понять, причем курьезность и, так сказать, анекдотическая ситуация заключалась в том, что татарка пришла жаловаться на хаклушку, мне еврею Значит, я спросил эту женщину, вы же историк, откуда, что, вы что, с ума сошли? Она говорит, Евгений Александрович, меня уже трижды задерживали на улицах Москвы, хотя я москвичку, немножко, мне, что-то, подозреваю в том, что я чеченская террористка Вот каждый в воздухе это разлит, эта ненависть разлита в воздухе И заглядывать в светлое будущее, тенденции, конечно, у нас правильные Но до тех пор, пока действительно, прав уважаемый социолог, пока у людей будет страх в глазах, толерантность вещь очень труднодостижимая И этот страх в глазах сегодня я фиксирую не только связанный с межнациональными проблемами, но это, кстати говоря, и связано еще с одной проблемой Ведь отношение к другому, вот я, удивительная вещь, это вообще не в тему, я прошу прощения Я сейчас занимаюсь, одна из моих тем, это лечебная кинология С помощью собак я лечу парализованных детей, я не буду в эту тему вдаваться, она специальная Но с чем я столкнулся? Дело в том, что когда московский департамент открывает новое учреждение для детей, таких парализованных Первым делом выходит место населения с плакатами Плакаты следующего, и не только в Москве, это я видел в других регионах России Почему мы должны смотреть на этих уродов? Вот так наше население понимает фразу Достоевского «Красота спасет мир» И когда я обучил маленьких детей работать с собаками, а потом с этим маленьким приехал парализованным детям на колясках У маленьких здоровых детей был шок, они таких никогда не видели Есть закон педагогический, общение это через третий субъект, через собаку И когда сплились хвостами кони, люди, собаки там и парализованные, и здоровые Я понял одну простую вещь, что вот милосердие, толерантность, все эти вещи очень архаичные Сегодня нас призывали к модернизации, у нас все образование уже на модернизацию настроено А я-то считаю, что кроме модернизации нужна еще и где-то архаизация Поскольку не все измеряется чистоганом, не все измеряется эффективностью Не все могут быть успешными, адаптированными, оптимистами Потому что нормальный человек растет и через боль, через страдания И крестный путь это путь каждого нормального человека И не говоря уже о том, что все образование России европоцентрично Наши дети знают об исламе только Аллах Акбар и Джихад И они путают Шамиля Баштаева и имама Шамиля И они не знают, что товары мистической религии, это вопрос содержания образования А содержание образования быстро не меняется Это только кремлевские мечтатели прошлых и нынешних лет могут думать, что можно сделать стандарты За 3-4 месяца, сляпать их на коленке и после этого изменить содержание Оно выращивается Я другой такой стороны не знаю, как с нашими законами По новому поправленному закону образования Сегодня законам образования, то есть любое изменение в содержании должно принимать правительство Вдумайтесь, представьте себе эту брутальную картину Сидит Касьянов и обсуждает с министрами Господа министры, закон ОМО будем изучать для полной цепи или для участка цепи А что скажут силовики? А как посмотрят социальный блок? Абсурд? Да, абсурд И я думаю, что это метафора В законе так и записано Правительство России утверждает содержание образования И если вчера президент сказал 3 учебника, их уже 3 по истории А так мы докатимся до краткого курсного КПБ Вот вам и толерантность Поэтому давайте не утешать себя Конечно работа, да, конечно это работа долгая Я еще раз говорю, что это выращивать надо Действительно мы эти книги делаем Мало эти книги напечатать Нужно с этим обжигающим материалом еще научить работать учителей Это не правда, что наши дети настроены только сам за себя Поверьте, это с высоты ЮКОСа или другого замечательного учреждения Можно так считать Я все время общаюсь Я вам должен сказать Только 4 дня назад По первому тому нашей антологии Это Эли Визель, это Мать Мария Прошел семинар Вдумайтесь, что что, в 7 классе Это 13-летние дети 2 часа Есть один критерий эффективности урока Муха пролетит, было слышно Они обсуждали тему холохоста и вообще тему человека Есть эпизод В этой замечательной и страшной повести Визеля Лауреата Нобелевской премии Только не за литературу, а мира Потому что это еврей, переживший Освенцим Сумел преодолеть себе чувство ненависти И живет в Германии сейчас И вот там есть эпизод, когда вешают мальчика в Освенциме Ему 12 лет, он красив, как Бог И люди кругом шепчутся, где же Бог, где же Бог и так далее И вот дети 12-13 лет, я ахнул Встает ребенок и говорит Это не Бог умер Это умерло детское представление о Боге Который дарит подарки и гладит людей по голове Я ахнул, потому что нечто подобное Я читал только у великого, совершенно-то замечательного Антония Сурожского, который до этого дошел А до этого доходит 13-летний ребенок Их никто не заставлял готовиться к этому уроку и писать специальные стихи Я прочитаю в заключении стихи девочки 12-летней 7-го класса Да, мало того, что они сами прочитали повесть Ведь должно быть потрясение Только после потрясения происходит преображение Это известно хорошо И более того, сегодня кончаются политические религии Кроме молодого ислама Нормальные священники переходят к работе с малым стадом То есть персоналиями Они вообще колонну по 4 за толерантность или против и так далее Так вот, ребенок пишет с 7-го класса И они, кстати, заставили своих родителей прочитать Как ни странно, да? Ночь, и я совсем одна Ночь, и вокруг меня тьма Ночь, и злые духи везде Ночь, и дым в крематорной трубе Ночь, и что же делать теперь Ночь, ведь это время потерь Ночь, она поглотила весь мир Ночь, она как вампир Высасывает душу людей И люди духовно бедней Стали во время ночей Ночь, и люди остались одни Они все смертельно больны Ночь, и никто не сможет помочь Ведь это все ночь, ночь, ночь 12 лет И никакой не вундеркин Поэтому давайте мы все-таки будем думать Давайте мы все-таки будем думать о том Что это долгая работа Терпеть надо И работать очень скрупулезно В начале 90-х годов Ко мне один из лидеров памяти Привел своего ребенка в школу Причем я знал этого человека Как режиссера вполне вменяемого До того, как с ним не произошло Вот это умопомешательство Я говорю, слушай, ты же меня знаешь Куда ты привел? Фамилия у меня еврейская Веди в православную гимназию Говорит, Ямбург, а у тебя учат лучше Я ахнул А оказывается, когда дело касает собственного ребенка То уже идеология моя Не так значима Этот парень доставал меня до печенок Почему у меня на стене партнер Корчика А не Дмитрия Донского Ну, я не вступал с ним Ведь, понимаете, очень легко унизить человека Особенно молодого Понятно, что мы гораздо более оснащены Аргументация осуществленная Интеллектуально Выставить у нас смех всем Было очень легко Ну, я его втягивал в спектакли В то, все просто в жизнь школы Прошло почти 15 лет Ему уже где-то 35 или 37 Он историк И спустя 16 лет он пришел ко мне извинять За что? Я теперь только понимаю Сколько я вам боли причинил Говорю, ну, старик, понимаешь Это ведь, ты же был маленьким Так вот, я глубоко убежден Если мы сможем терпеть Ну, не просто пассивно А делать конкретную, реальную работу И сдавать книжки нужные Потому что этот тираж 5000 экземпляров Это сам издат И это, конечно, мало Эти книги нужно выдавать Не только эти Надеюсь, что и остальные Которые с паспортом К каждому ребенку Вот тогда постепенно Мы придем к тому Что называется толерант И спасибо за внимание АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ